Приветствую, друзья! Меня зовут Себзира. Продолжаем с вами проходить карьеру Себастьян Лёб Роли Эва. Игры. Роли на игры. Итак, давайте переходить в группу Винтаж. Итак, прошлый раз мы с вами промучили класс А8 с горем пополам. Сегодня мы переходим в класс Б. Боже мой, я в это просто не верю. Итак, друзья, давайте смотреть, что тут у нас такое в классе Б. Я не знаю, что какие машины здесь представлены. Посмотрим такое интро. Вот, смотрите, какой Ford у нас классный. Audi Sport Quattro. BG406 вроде бы. Если я не ошибаюсь, машинка называется. Ну, прикольные такие машинки. Надеюсь, они будут более управляемы. Чем в группе А8. Ну, заставки здесь, конечно, да, красиво сделали. Молодцы. Вот именно такую атмосферу выдержана неплохо. Но, блин, же физика. Физика поведения авто. Это просто, я не знаю, какой-то коллега их делал. Так, ладненько. Давайте. Класс Б. У нас здесь 8 спецучастков. 3, 6, не 7 спецучастков. Хорошо. Начинаем мы с Монте-Карло. Так, придется нам прикупить новый Тарантас. Сколько у нас? 658 тысяч кредитов. Ой-ой-ой. Вот. Это единственное, что мы можем себе позволить. 650-600 тысяч кредитов. Блин, на хороший Тарантас не хватает бабла, ребята. Вот. Так что придется нам, наверное, пыжик с вами прикупить. На другое у нас просто бабла не хватает. Хорошо, ребят. Все. Покупаем, короче. Надеюсь, будут управляться немного лучше эти машины. Посмотрим, короче. А в Дёрт Ралли, кстати, вот пыжик этот, он достаточно быстрый был. Но в управляемости он особо так не был очень хорош. Посмотрим, как здесь он представлен, какая у него физика. Ну и сейчас увидим, будем мы радоваться физике или будем, как обычно, плакать крокодильными слезами. Так, что тут у нас? 70% асфальт, 30% какой-то там асфальт, но не знаю какой. Вэт Тармак. Ладненько. Старт стейдж. Такое, типа, вечернее время у нас. Машинка... Да, управление, конечно, также здесь не на высоте. Я забыл там посмотреть, это вообще машины, а не какие, полноприводные или заднеприводные. Ладненько. 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 Ну, не знаю, управление пока что, знаете, так, нащупываю я понемногу. Понемногу. Ну, управление далеко от идеального. Как-то, знаете, вот не чувствуется на машине, что она едет по асфальту. Такое, словно, на какой-то то ли воздушной подушке. Ну, я после прошлой серии, ребята, понизил сложность немного. Потому как на такой убогой физике... Да, машинка сразу блокируется, колеса, хоть ты хочешь. Вроде и на тормоза давлю, так, знаете, слегонца. Все равно, колеса блокируются, и машина едет прямо. Все, трындец. Проехал как коллега, зато зеленый сектор. Вы знаете, вот еще какой вот минус у этой игры? Ну, физика это само собой уже, как бы, горячая тема. Этой игры. Но вот здесь вот немного они неправильно сделали. То, что вот, допустим, перешли мы в класс А, Б. Или класс Б, да, вроде бы. Вот. И здесь нам разные трассы. То Монте-Карло, то Мексика. Как-то бросают нас по всей планете Земля. А было бы гораздо логичней и понятней, когда вот, допустим, ты проезжаешь сразу Монте-Карло, да. Потом проезжаешь на этом самом, скажите, Мексика, Уэльс и так далее. Было бы гораздо понятней людям, а не так, что... И, в принципе, если бы они разбили их в отдельности по странам, то игра была бы менее такой, знаете, скучной. Потому как ты вот проехал вроде бы по Монте-Карло, одну, вторую, третью, четвертую, пятую трассу, и в следующей категории тебе опять дают это же Монте-Карло. Ну и, как бы, знаете, уже закрадывается такое мнение, что я уже здесь ездил, только единственное, что мне дают, поменяли машину на более мощную. Ну и, в принципе, все. Я считаю, это неправильный ход разработчики сделали. Вот правильный ход более интересно реализовано. Это все в версии 6. Там проезжаешь спецучастки какой-то отдельной страны. Допустим, если это Уэльс, то Уэльс. Если это Монте-Карло, то Монте-Карло все спецучастки. И ты проезжаешь и, как бы, знай, что у тебя будет что-то новое. В следующий раз ты будешь проезжать какую-то другую страну уже с другими локациями. А здесь почему-то набросали, так, знаете, салат из всего возможного. Ну, скажу, что немножко лучше управляется вот в категории Б машины. Тут хотя бы, знаете, можно притопить, хотя вот все равно чувствуется, что чего-то не хватает. Пока здесь самая лучшая физика поведения машины, это только заднеприводных. А тут пока что я этого не вижу. Мне даже игра не дает, знаете, быстро проехать вот эти вот шпильки, увеличить скорость. Я не чувствую просто саму машину. Я чувствую, как блокируются колеса даже от того, что я просто еду по прямой. Вот это я чувствую. Все, больше тут особо и похвастаться нечем. Ну, игрушка на раз. Так, знаете, проехать, ознакомиться с трассами, ознакомиться с машинами, но не более. Ты особого кайфа не получишь от вождения. Вот вроде бы в Монте-Карло такие вот шпильки должны проходиться с ручничком. Здесь я просто боюсь выпасть. Все, какой там ручник? Я ручник вообще не трогаю, потому как если я его сейчас начну использовать, то я убьюсь на первом повороте. Немного помолчу. Тут явно надо тормоз делать менее чувствительным, потому как перебор тут очень большой. Наверное, после того, как запишу эту серию, машина не вписалась в поворот. Дичь просто какая-то. Ай, Майстон, зачем вы издеваетесь так над играми? Зачем такое выпускать? Делали гонки на мотоциклах. Вот и делайте их. Зачем лезть туда, куда не нужно? Делали гонки на мотоциклах. Так, ну почти, почти проехали, да? Так, здесь поворачиваем. Последний сектор. Надеюсь, у Монте-Карло это одна трасса, и нам не нужно там будет проезжать еще несколько. Потому как у меня эти трассы уже Монте-Карло реально заколебали. Да ладно, финиш это очень хорошо. Главное теперь просто не прозевать этот поворотик. Так, ну что, проехали на золото? По идее, должны, да. Так, да, ну отлично. Да, один спецучасток, это уже радует, потому как... Фиеста-Р5. На какое место мы передвинулись? 276-е, да? Ну же, супер. Так, переходим дальше. Класс Б. Австралия. Ну, трассы, в принципе, неплохие такие. Они не очень извилистые. Притопить можно. Вот по прямых вот нормально еще ехать. Но, блин... В остальных, конечно... В моментах очень тяжело контролировать машину. Не дает физика авто насладиться поведением автомобиля в полной мере. О, здесь, смотрите, с перепадами какими-то. Вот трассы реально крутые. Трассы разнообразные тут. Ну, тут, конечно, молодцы они, что так сделали. Но физика все равно желает... Желает лучшего. Возможно, я запишу несколько частей именно с управлением на геймпаде. Дабы разнообразить немного управления, поделиться мнением с игроками, у которых нет рулей. Я думаю, им также будет интересно узнать, как играется в этой игре на геймпаде. Поэтому, возможно, в следующую серию я сделаю прохождение именно от третьего лица с управлением на геймпаде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такие бы разновидности трасс так дёрт ралли. Ну, имеется в виду только с их не физикой. Было бы круто. Хотел бы я передать привет большой тем людям, которые говорят... Охеренная игра. Охеренная там. Ничего, так кажется, что эти люди реально в эту игру не играли. Или просто, знаете, как говорят, любой кулик хвалит своё болотце. Так оно и есть. Купили игру. Не хвалят на жопу падают, что физика здесь офигенная. По физике версии 6 далеко как... Я не знаю. Как с Москвы до Америки. Так, на золото проехали и отлично. И машины всё дороже и дороже. Вы заметили стоит. Тут интересно, сколько будут они стоить, когда мы перейдём на следующую категорию. Это на класс 4. Это уже в следующей серии, когда мы её будем проходить. Кредкорма Уэльс. Поехали. Почти 5 километров. Асфальтная дорога. Асфальтированная дорога. Физика никудышняя. То есть, ребята, если у вас приоритет в игре физика управления. Хотите наслаждаться управлением автомобилем. Эта игра не для вас. 100%. Это я вам такую подсказку дал. Поэтому ни в коем случае не берите игру за полную стоимость. Будет распродажа там. 100 рублей, к примеру, будет стоить. Это красная цена для такой игры. В принципе, я-то не жалею об этой покупке. Но, ребят, имейте ввиду, что я её купил только для того, чтобы контент записывать какой-то для вас. Поделиться каким-то мнением. Вот. А не Арагдии там. Лично удовольствие. Так бы я её в жизни не купил. Во. А Хром. Вот Хром, конечно, круто они сделали. Я уже в предыдущих видео это говорил. Что атмосферу выдержали в игре, конечно, они клёво. Поехали. 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 Но все-таки этот класс немного лучше управляется, чем задний привод. Немножко лучше. Я вообще удивлюсь, если, допустим, они сделали здесь физику, типа ты начинаешь сразу на днище таза, ну, имеется в виду на таких вот машинах с плохим управлением, потом все лучше и лучше и лучше. Это неправильный ход со стороны игровой индустрии, потому как судят игру по первых впечатлениях, то есть как она себя показывает реально на дороге, а не в том, что, допустим, привыкать к управлению сразу. Ты едешь на таком, что на костылях быстрее ходишь, чем ездишь. Это неправильная стратегия. Но ничего, посмотрим, короче, как оно будет в итоге, когда мы попробуем уже все классы машин. Думаю, тогда будет уже понятно, какая физика в этой игре. Да, отлично, проехали, вроде бы как на золото. Да, на золото с вами завершили заезд. Сейчас какая у нас там страна по счету будет? Мексика вроде бы, да? 279, 273, но блин же, тянут, тянут. Так, друзья, да, следующее у нас Мексика идет. Поехали. Да, задолбал, ты уже болтать своим английским языком. Переходим к следующей гонке. Ралли дрифт. Ничего себе. Нам что здесь дрифтовать нужно? На вот этой калечной машине? Че, издеваются или что? Дрифт. Какой нафиг дрифт и здесь? Машина, она по прямой с трудом едет. Не, ну конечно, дисциплины такие, я не спорю, что они нужны. Ну блин. Ну блин. Дисциплины, конечно, круто. Они сделали разные такие. Еще и удивляюсь на такой калечной физике, еще и дрифтовать. Ничего себе. Да я вообще-то, да, крутой мэн. Дисциплины, конечно. О, так нам 3 минуты нужно. Ехал, ехал, упал в обрыв. Калечная физика. О, так нам. Плэн. Разглобная сбит. Плэн. Продолжение следует... Не, конечно, дисциплина это клевая, но, блин, не хватает вот именно хорошей физики. Мне лично сама задумка вот такая вот, она понравилась. Как бы в ралли-дрифт также неотъемлемая часть вождения, тем более на вот таких вот поворотах. Ну, немножко тут, конечно... Продолжение следует... Ну, давай, назад! Нам главное, чтобы этот заезд засчитал, а остальное все фигня. Сама задумка, конечно, мне понравилась. Очень, конечно, классно. С дрифтом, конечно, это нормально. Карьерка здесь действительно, признаю, интересно сделана. Ну, блин, немного она недоделанная, конечно. Ну, имеется в виду не карьера, а сама игра. Так, ребятки, ну-ну-ну, эх-эх-эх, 510 очей получили. Так, 22 секунды еще нам надо продержаться. Набить очей, если получится. О-о-о-й-ой-ой! Смотрите, Tune Up Evans Filet. Мы даже не набрали 12 тысяч с вами. Хреновенько. Ну, ладненько, ребят. Это, короче, мы... Я пройду не на запись уже там это все дело, а потом как при записи вот поморочить голову и там получать какие-то результаты очень сложно. Тем более с такой конченной физикой. Поведение авто. Так, идем дальше. Что тут у нас с Мексикой понятно? Теперь ралли-кросс. Ты иди ты в баню. Так. Перфект траектория. То есть нам нужно выдержать... ...ээээ... ...идеальную траекторию вождения. То есть, я так понял, по траектории ехать. И, наверное, вот по вот этой вот полосе беленькой, да? Если я не ошибаюсь. Три, два, один, гоу! Вот, идеальная траектория. Прикольные, конечно, такие дисциплины. Какой-то выдержать. Я перешёл. . Стоп, стоп, стоп. Не знаю, как-то я обзор переключил и... Ну, проехали мы или нет? Аллилуйя, проехали на бронзу. Ну, бронза так бронза. Главное, что мы вошли в тройку. Так, что тут у нас дальше интересного? Ну... Десять и семьдесят второе место. Ну, семьдесят второе, так семьдесят второе. Есть, на бронзу проехали. И дальше у нас Альсак. Или Альсак. Как-то так. Франция. И сколько там километров? Я что-то так не глянул. Десять лишних километров полностью асфальт. Ну, давайте постараемся проехать. Дисциплины, конечно, да, клево сделали. Молодцы. Насчет этого. Такое не классическое ралли. Ну, какая-то такая, знаете, смесь аркадки. С ралли вполне себе годится. Три, два, один. Гоу. Непо 6 плюс 90. Непо 6 плюс 100. Непо 6 плюс 50. Непо 5 плюс 70. Который, лепо 2, на 60. Непо 6, 40. О! Молодец! Заехал в деревья. Машины на таких вот... Да куда ж ты едешь? Так, первый сектор точно мы уже слили. Непо 6, 70. Нужно быть предельно аккуратным на вот таких вот поворотах. Лепо 6 плюс 50. Лепо 6, 50. давай топить быстрее где есть возможность надо по максимуму проходить потому как мы на первом так мы первый сектор смотрите на зеленый проехали это круто давай главное в людишек не заехать дальше вот шпилечка у нас какая но то хоть на руле сделали перехват рук это конечно большой плюс в диртрале такого не было там как то я не знаю крутилась она вроде бы без перехвата если я не не знаю что боюсь 6 и 5 и 2 70 caution 6 и 2 3 и 2 6 и 2 3 5 6 6 6 5 6 6 6 7 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 Так, эту трассу я помню Мы ее уже проезжали вроде бы как Потому как я въезжал в эти машины Что-то Что-то такое я помню Возможно, эта трасса и есть Ну вот здесь еще, знаете Я еще как-то Могу показать результаты Как вы видите и скорость вроде бы у меня нормальная Так, первое место Мне он Какое-то уведомление пришло То есть по позициям Короче, здесь Тормоз нажимать Полностью в пол нельзя Если нажимаешь хоть немножко сильнее И все, колеса блокируются И мы едем Прямо В деревья, в кусты, в обрывы И в тому подобные места Нехорошее Опа-оппарат вписались отлично расписались уже хорошо первое место держим оп 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 стоп первая перемотка на этой трассе вторая перемотка и развернула нас в любом случае золото мы на зеленые сектора его проехали притормажем потом как здесь сгоры да плюс еще и шпилька так но этот сектор мы походу на красный проедем сколько километров у нас этот самый 9 с половиной почти 10 до ух Так Отлично, первая позиция Ооо, так тут еще одна гонка Да, будет, потому как Медальку-то мы не получили Да ладно Здесь у нас аж 8 спецучастков В общем, друзья, на этом Значит, тогда закончим с вами эту серию И уже продолжим в следующей части Потому как, смотрите, здесь нам 8 спецучастков проезжать Это будет очень-очень-очень долго Поэтому на этом серию Эту заканчиваем Категории B И встретимся уже в следующей части Всем спасибо за просмотр С вами был Севзира и до следующих видео, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok